Бизнес деятельности, потому что реально то, чему людей учат, обычно очень сильно оторвано от того, чем им приходится заниматься уже в боевых условиях во взрослой жизни. Так, а вот презентацию, давайте вернем, она сама вернется. Надеюсь, что это произойдет. Вот, и это первый момент. Второй момент связан с тем, что сегодня вообще в бизнес-среду пришло новое поколение сотрудников, которые воспитывались, росли, получали образование совершенно не в тех условиях, что, например, я. Совершенно другие люди. Они, к сожалению, хуже образованы. Ну, это действительно так, потому что, во-первых, система образования в нашей стране сильно упала, примерно лет 20 назад, и сейчас вот только-только начинает снова подниматься. Во-вторых, те традиции, которые сложились в образовании на протяжении многих десятилетий в нашей стране, они оказались плохо приспособлены к современным реалиям. Потому что и учить сегодня надо совсем другим вещам. А людей, которые реально могли бы учить в системе образования, особо нет, потому что в основном там уже люди, опять же, из моего поколения, не имеющие личного бизнес-опыта и в связи с этим не понимающие, что реально потребуется в практической деятельности тем, кого они учат. Поэтому неизбежно уже непосредственно на месте работы тому, кто взаимодействует с новыми сотрудниками, приходится их не только учить конкретным практическим навыкам работы, но и учить правильно думать. Учить правильно выстраивать линию поведения во взаимоотношении с коллективом, во взаимоотношении с клиентами, во взаимоотношении с руководством. Учить, заниматься самообразованием, что немножко парадоксально звучит, но это действительно едва ли не главный навык, который должен прививаться к системе образования, начиная со школы, и который сегодня требуется. То есть это навык освоения достаточно больших объемов информации, в котором у человека приходится сталкиваться впервые, освоение достаточно быстрого и освоение практического. С тем, чтобы можно было то, что освоено и усвоено, быстро применить в своей практической работе. Навыки требуются целеполагания, навыки принятия на себя ответственности и понимания ее границ, навыки самомотивации и так далее. Вот о некоторых аспектах этого набора знаний и навыков мне пришлось серьезно задуматься. Это оказалось очень востребовано. И вот уже довольно много людей прослушали этот мой курс. Сейчас небольшой из него кусочек в силу ограниченного времени я вам предложу. Более того, оказалось, что это полезно не только новым молодым сотрудникам, приходящим в компании, но не менее полезно их руководителям. Потому что они тоже должны понимать, как выстраивается этот процесс интеграции, процесс адаптации нового сотрудника, чему его учить, что от него требовать. И полезно и тем, кто работает в компании не первый день и задумывается о перспективах своей карьеры, не понимает, почему карьера забуксовала, не понимает, что от него требуется формально и на самом деле. И вот где разрыв между описанными правилами и реальностью. Значит, о чем будем с вами сегодня говорить? Начнем мы с такой важной вещи, как целеполагание. Действительно, это навык, это принцип, которым необходимо владеть каждому человеку, работающему в том или ином бизнесе, для того, чтобы структурировать и ориентировать свою практическую деятельность. Понимать, куда идти, как ставить перед собой задачи, как ставить задачи перед своими подчиненными и так далее. Целеполагание очень важная вещь потому, что цели придают направление всему тому, что мы делаем. Если у нас нет четких сформулированных целей разного уровня, мы об этом сейчас дальше поговорим, то двигаться вперед невозможно. На самом деле, есть, тут маленькая оговорка, есть два разных подхода к выстраиванию своей жизненной траектории. Подход западный и подход восточный. Западный подход заключается в том, чтобы выстраивать кратчайшую траекторию, ведущую к той цели, которую мы перед собой поставим. Если на пути попадаются препятствия, надо их тем или иным способом преодолевать. Проламывать головой стену, если не получается рыть под ней под коп, если совсем не получается, значит как-то это препятствие огибать, но потом снова возвращаться на свою траекторию и двигаться по прямой, по кратчайшему направлению поставленной цели. Восточный подход заключается в том, чтобы двигаться примерно в направлении цели. То есть выбирать попутное течение, которое может нас к этой цели немножко приблизить. Привести в ту точку, откуда цель будет лучше видна, чтобы в этой точке снова поискать какое-то попутное течение, которое нас еще больше к ней приблизит. И так постепенно нашей цели достичь. По самом деле, трудно сказать, какой из этих подходов более правильный для жизни, потому что это очень сильно зависит от склада характера, от психологии того человека, который для себя делает этот выбор. Но общее между ними то, что и в том, и в другом случае цель конечная, и цели промежуточные все равно необходимо видеть. Без этого невозможно построить ни прямую, ни более сложную, и извилистую траекторию. Без этого невозможно разглядеть те возможности, которые жизнь предоставляет. И вот в рамках восточного подхода самое главное, эти самые попутные течения видеть, улавливать, ими пользоваться. Но для этого надо хотя бы понять, что оно действительно попутное. Что оно ведет нас туда, куда нам нужно. Значит, поэтому дальнейшие цели так или иначе определяет наш путь. Дальнейшие цели позволяют нам получать обратную связь. Мы можем, исходя из этого, оценивать, туда ли мы идем, если мы уже движемся. Выстраивать критерии эффективности того, что мы делаем, в соответствии с тем, насколько это нас приближает к поставленной цели. Цель позволяет осознать, вот сам процесс цели и полагания, ее постановки, позволяет нам осознать, о чем мы на самом деле хотим. Потому что между желанием и целью достаточно большая разница. Желаний у всех у нас много. Они бывают осознанные и неосознанные. И очень часто они просто противоречат друг другу. Условно говоря, нам хочется заработать за этот месяц столько-то денег. Мы понимаем, что для этого нужно работать по 10 часов в день. Но еще нам хочется провести вечер с друзьями, ходить на концерт, отдохнуть. У нас есть и то, и другое желание. Но когда мы ставим для себя цель, мы начинаем понимать, какие из наших желаний этой цели соответствуют, а какие нас от нее уводят. Это не означает, что мы обязательно должны всю свою жизнь подчинять этому стремлению, этой цели. Но мы, по крайней мере, должны осознавать, что из того, что мы делаем, является шагом на пути достижения нашей цели, а что является необходимым для сохранения душевного и физического здоровья, отвлечениями. Потому что это тоже необходимо. И баланс жизни, он важен. От этого нужно будет обидеться. Соответственно, сталкиваясь с ситуацией выбора, самый простой пример, который я приводил, поработать сегодня лишние три часа или сходить вечером куда-то отдохнуть, мы можем делать этот выбор осознанно, в соответствии с тем, какое действие нас приближает к нашей цели. Да, но есть масса гораздо более сложных вариантов. Поменять ли работу на другую, более интересную, менее оплачиваемую, или наоборот. И принимая такие решения, мы неизбежно для того, чтобы потом об этом выборе не жалеть, должны сопоставлять имеющиеся у нас варианты с той конечной целью, которую мы хотим достичь. Очень важная разница между целью и ожиданием. Ожидание – это ситуация, когда мы по каким-то причинам уверены, что мы что-то получим, что у нас что-то получится, что мы чего-то добьемся. В случае цели мы не можем быть в этом уверены. Мы этого хотим, но понимаем, что для достижения этого нам необходимо приложить те или иные усилия, что само это не случится. Соответственно, из этого следует принципиальная разница между нашим восприятием ситуации, когда у нас что-то не получилось. Если мы не смогли достичь цели, мы обычно понимаем, что это произошло по каким-то объективным причинам. либо мы эту цель неправильно перед собой поставили, она в принципе для нас недостижима, либо мы приложили недостаточно усилий, либо допустили какие-то ошибки в точках выбора различных вариантов действий. И винить в этом приходится обычно только всегда. В случае, если мы чего-то ожидаем, а это не произошло, то это повод для раздражения, обиды. Эмоция, которую мы в этом случае испытываем, она обычно деструктивна и никуда нас не ведет. Цели бывают разного уровня. Обычно выделяют три основных уровня целей. Цели стратегические, это цели наиболее значимые для человека, для бизнеса, основанные на базовых ценностях. Что такое базовые ценности? В случае отдельного человека есть такая теория, что реально этих самых базовых ценностей у нас ровно пять. По сути, это те шкалы, по которым мы измеряем достижение нами жизненного успеха. То есть, что человек для себя считает успехом в жизни. Вот пять ценностей. Это деньги, первая ценность. Очень простая, понятная, хорошо измеримая. Мы хотим иметь на определенном жизненном этапе определенную сумму. В реальности мы имеем какую-то другую сумму, большую или меньшую. Мы точно попали в свои цели. И, соответственно, можем сказать, что если сумма меньшая, успех не достигнут, если сумма большая, мы превзойдем. Все понятно, легко посчитать, легко сравнить себя с другими людьми и сделать какие-то выводы. Вторая ценность – это власть, статус. По сути, мы оцениваем свой жизненный успех по месту на некой иерархической лестнице. Чем выше мы по ней поднялись, чем выше у нас статус, чем больше у нас полномочий, тем, соответственно, большего успеха мы добились. Третья цель, третья базовая ценность – это известность, популярность. Чем больше наше именную слуху, чем более мы узнаваемы, чем больше людей нас знают, тем, соответственно, большего можно считать добились. Четвертая базовая ценность – это комфорт, безопасность. Сюда же обычно относятся все семейные ценности, потому что именно они обеспечивают человеку и физически, и во многом, и уж точно душевный комфорт. Соответственно, чем более защищенными мы себя ощущаем, чем комфортнее наша частная жизнь, тем большего успеха мы достигли. Действительно, есть достаточно много людей, для которых именно эта ценность на первом месте, и понятно, что они свою жизненную траекторию выстраивают несколько иначе, чем люди, ориентированные, например, на деньги или на статус. Наконец, пятая базовая ценность – это свобода, независимость, возможность творческой самореализации. Вот считается, и в принципе, я часто предлагаю разным аудиториям придумать хоть шестую ценность, не получается так. Поэтому можно сказать, что вот в этой системе координат мы все и ориентируем свою жизнь и свои действия. Получить то, что нам нужно, а второе, когда мы получаем то, что нам нужно. и понимаем, что на самом деле это совсем не то, что нам действительно нужно. И это страшная ситуация, потому что она означает, что, ну, есть эта цель достаточно амбициозная, она означает, что человек достаточно долго к ней шел. Потратил на это годы, потратил много душевных сил, здоровья и так далее. и когда ее достиг, действительно понимает, что это вовсе не то, что ему необходимо для ощущения успеха. И часто у него уже в этот момент нет ни времени, ни сил для того, чтобы поставить перед собой новую цель и снова этот весь путь пройти. Поэтому очень важно, чтобы каждый человек попытался определиться вот в этой системе координат, расставить свои приоритеты как можно раньше. Лучше все это делать в минимально разумном возрасте, в 13-14 лет. А потом еще периодически, потому что это может меняться в течение жизни, периодически еще сверяться вот с этой шкалой и проверять, действительно ли для нас по-прежнему актуальна такая вот система приоритетов. На самом деле, это крайне важно в контексте взаимоотношений между разными людьми. Вот представим себе взаимоотношения начальника и подчиненного, где неизбежно возникает вопрос мотивации любого человека, которого вы управляете, его необходимо мотивировать чем-то. Ну, представим себе, что вы имеете дело с человеком, у которого базовой ценностью, главным приоритетом является вторая. То есть власть, статус. Чем помимо материальной составляющей мотивации вы можете этого человека вдохновить, заинтересовать, заставить работать эффективно. Удушение. Карьерное. Удушение. Значит, карьерные перспективы с начальной века. Вы можете ему сегодня дать или пообещать новую должность или для его текущей должности придумать более красивое название. Да, так тоже бывает. или, не меняя название, расширить его функциональные полномочия, подчинить ему больше людей. И это станет для него сильным мотивирующим фактором. Представим себе человек, который имеет третью базовую ценность в приоритете. То есть власть, известность, популярность. его чем можно мотивировать? На доску почета. Точно. Повесить его фотографию на доску почета. Или на корпоративный сайт. Или поручить ему выступление на какой-то крупной конференции, у него будет много слушателей. Или там, доклад на совете директоров компании. И тоже это на него существенно мотивирующе повлияет. Представьте себе четвертая базовая ценность превалирует. То есть комфорт, безопасность семейной ценности. С ним еще можно сделать. Да. Да, да, да. Гибкий график, удаленка. Совершенно верно. Чтобы он мог больше времени проводить с семьей и комфортно для себя услуги. Что еще? Ну, важна защищенность. Это значит социальный пакет. Совершенно верно. Увеличить отпуск можно еще. Да, ну вот такие вещи. Пятая базовая ценность. Свобода, независимость, творческая самореализация. С ним что делать? Ну, тут две вещи. Во-первых, опять-таки ему можно предоставить свободный график. Да, чтобы он имел больше степени свободы. Второе, самое важное. Ему среда согласен. Самое главное, ему нужны интересные задачи. Да? Значит, вовлекать его в амбициозные, интересные проекты, которые именно для него могут быть привлекательными. в амбициозные ценности. М? Ну, да. Вот. Ну, а да. Значит, а если человек мотивирован по первой, в первую очередь, базовой ценности, ему интересуют деньги. Деньги. Еще раз, деньги. Ну, тут никуда не деться. Да? Придется повышать зарплату, придется платить бонусы и так далее. Заметим, что в четырех других случаях все равно рано или поздно придется и зарплату повышать и бонусы платить, но это можно сократить за счет нематериальной составляющей. Вот. Для... Это для конкретного человека. Стратегические цели связаны всегда с базовыми ценностями. Для компании, для бизнеса базовой ценности определяются миссией. Миссией компании. Я не хочу сейчас сдаваться в эту тему, потому что это модное слово, там много всяких спекуляций вокруг этого. очень часто компании сами себя обманывают, придумывают эту миссию, но все равно некое понимание того, что компания несет, не будем красивые слова говорить, несет миру, но несет рынку. Вот это любая компания должна понимать, осознавать и, исходя из этого, формулировать свои стратегические цели. Второй уровень, это тактические цели. Это конкретные, реальные, достижимые точки, на которые компания или человек для себя обозначает, исходя из стратегических целей. То есть тактические цели носят подчиненный характер по отношению к стратегическим. но вся наша реальная процедура планирования, она заключается как раз в том, чтобы выставлять эти самые тактические цели реальные, достижимые и привязанные к каким-то временным отрезкам. Так, а времени, которое необходимо на их достижение. Третий уровень это оперативные цели. Это то, что влияет на наше планирование повседневной деятельности. Они имеют подчиненный характер по отношению к тактическим целям и нужны для обеспечения их достижения. Известный принцип целеполагания называется SMART. Он в принципе применим и к тактическим и кооперативным целям. Идея его в том, что цели должны соответствовать пяти критериям. Это довольно известная штука, многие наверняка про него слышали, поэтому я очень быстро про это расскажу. Значит, какие это критерии? Цель должна быть конкретной, то есть четко указывать на то, к чему мы стремимся. Она должна быть измеримой, мы должны четко себе представлять, как будет измеряться результат, достигли мы этой цели или нет. Она должна быть достижимой, мы должны быть реалистами и ставить перед собой такие цели, для которых понятен механизм их достижения. Хотя бы в самых общих чертах мы должны себе представлять, как мы этого будем добиваться. Они должны быть актуальными. Вот здесь на шаг назад вернемся. Мы должны понимать, что любая оперативная цель, которую мы перед собой ставим, должна обеспечивать нам некий шаг по направлению к нашей тактической цели. А тактическая цель опять-таки должна обеспечивать нам шаг по направлению статистической цели. Ну и наконец, каждая цель, которую мы ставим, должна иметь понятную временную привязку. Мы должны отдавать себе отчет в том, сколько времени нам требуется на ее достижение. соответственно порядок постановки целей в соответствии с алгоритмом SMART он следующий. Мы начинаем с того, что максимально уточняем, какие мы хотим получить результаты. Второй шаг обосновываем, что действительно эта цель для нас релевантна, обеспечит нам движение вперед к тому, к чему мы стремимся. Понимаем, что она достижима и как это примерно будет происходить. определяем по каким критериям мы будем оценивать ее достижение и, наконец, приписываем ей определенный термитейбл, определенные сроки ее выполнения. Вот вещь, о которой менее известно, она является существенной частью этого алгоритма. Не часто забывают, это заканчивается плохо. выставляя перед собой цели, мы должны предвидеть возможные препятствия. Должны задумываться о том, что может нам помешать этих целей достигнуть. Это очень существенный момент. Почему? Потому что мы часто эти препятствия не учитываем, а это означает, возвращаясь чуть назад, что мы превращаем цель в ожидании. Мы считаем, что то, что мы себе поставили в качестве цели, обязательно случится. Мы не думаем о том, что может нам помешать этой цели достичь. Поэтому когда что-то случается не так, как мы ожидаем, и мы этой цели не достигаем, мы испытываем тяжелые страдания и не используем это для своей пользы никаким способом. Мы чувствительно реагируем на неудачи, мы из-за их расстраиваемся, испытываем чувство безысходности, вместо того, чтобы задуматься о том, что реально нам помешало и как это преодолеть. Поэтому по сути, когда мы ставят цели, планируем и те препятствия, которые могут возникнуть, мы фактически готовимся к тому, как мы их будем преодолевать. Дальше. Что еще важно, помимо правильного целеполагания? Очень важно, чтобы наше мышление носило не статичный, а развивающийся характер. в чем разница? Статичное мышление заключается в том, что мы уверены, что врожденные таланты, способности, возможности, они и обеспечивают достижение нами жизненного успеха и связанных с ним целей. Развивающееся мышление, оно связано с убеждением, что таланты и способности можно развивать. Для этого надо причем ожидания в этом смысле обычно серьезно завышены. А реально работодателям сейчас требуется в первую очередь практический опыт. Именно он означает, что человек развивает свои врожденные способности и именно в рамках практической деятельности эти способности реально демонстрируются. Соответственно, надо очень четко понимать, что учиться совершенно остаться приходится в течение всей жизни. Я очень не люблю термин личностный рост, термин коучинг. Это такие вещи, скорее, носящие спекулятивный характер. Обычно об этом много говорят, не поясняя, что в это вкладывается. Я предпочитаю говорить о более конкретных вещах. О развитии навыков, о повышении квалификации, о постоянном самообразовании, приобретении новых знаний и об эффективных инструментах, которые собственно и позволяют нам это делать. Соответственно, у каждого человека есть потенциал и есть реальные возможности реализации этого потенциала. И это разные вещи, которые часто путают. Потенциал сам по себе, он не обеспечивает достижение цели. Но при этом по мере саморазвития, самообразования растут не только реальные возможности, но и потенциал становится все больше и больше. Но при этом сам по себе он обладает только мотивирующим воздействием. Мы понимаем, что он стал больше, нас это должно подвигать, мотивировать на то, чтобы дальше развивать практические навыки его реализации. Как это происходит? Здесь очень полезная штука, которая называется модель обучения взрослой личности. Она связана с осознанной и неосознанной компетенцией. Что такое первый уровень в этой модели? Неосознанная некомпетентность. Вот это на самом деле ровно то, с чем сегодня приходят свежие выпускники, новые сотрудники, большие компании в собственный бизнес. Они еще не знают, чего они не знают. Они не понимают границы своих знаний, навыков и возможностей. Потому что реально это узнать можно только в процессе практической деятельности. Ну вот в моем области в марксинге там ситуация совсем патастрофическая. В других областях может быть получше, а вот марксингу в нашей стране не учат вообще. То есть соответствующие курсы сегодня в разных вузах, есть даже факультеты, но когда берешь в руки программу становится страшно, потому что это выжимки из книжек западных 50-летней давности, а то и наследие политэкономии еще советских времен. И преподают в вузах дамы пенсионного возраста, которые в мои студенческие годы учили политэкономии и научному коммунизму. Ну действительно так, к сожалению. Более того, ситуация еще хуже, потому что и в западном образовании, вообще говоря, маркинговая составляющая, она вылетает очень печально. И в курсах MBA тоже. Там дают много интересных, полезных теоретических знаний, кейсов, на которых сегодня принято учить. Но когда человек с любым образованием приходит в реальный бизнес, в реальную компанию, обычно он испытывает шок от того, что то, чем ему приходится заниматься, почти никак не связано с тем, чему ему учили. На самом деле связано, конечно. То есть в принципе те теоретические основы, которые он изучал, они имеют отношение к тому, чем ему приходится на практике заниматься. Но на первом этапе он даже осознать это не может. Надо довольно много поработать и пощупать руками рынок, чтобы увидеть взаимосвязь каких-то практических максимальных действий с той теорией, которая за всем этим стоит. У неопытного сотрудника такой возможности нет, он действительно находится на уровне неосознанной некомпетентности. Он не только не знает то, что от него требуется, но даже не может понять, чего именно он не знает. И на самом деле серьезным прорывом тут является выход на второй уровень. на уровень осознанной некомпетентности. Когда человек хотя бы начинает понимать, чего он не знает. Какие теоретические области он не изучал до сих пор или слушал вузи в полуха и реально не понял, что еще важнее, какими инструментами, какими практическими навыками он не овладел и когда перед ним есть спектр знаний и умений, которыми нужно овладеть, это означает, что он сделал серьезный шаг вперед. он уже становится значительно более ценным сотрудником для любой компании, потому что этот человек, вставший на путь саморазвития и самоощущения, и самообучения, он уже может ставить перед собой осмысленные цели внутренние, что изучить, что попробовать, чем увладеть и начинает двигаться вперед. И в принципе, когда мы имеем дело с сотрудником, находящимся на втором уровне, на уровне осознанной некомпетентности, работодатель, начальник должен радоваться этому, потому что с таким сотрудником уже можно и нужно иметь дело, его полезно и эффективно учить, он будет расти и развиваться сам, и двигаться вперед. Естественно, ему очень важно помочь. Человеку бывает сложно разобраться в новой для себя среде, в новой не вполне знакомой предметной области, поэтому очень важно, чтобы ему встретился хороший наставник, тот, кто может рассказать ему, что нужно изучить, почитать, попробовать, понять и помочь соответственно выставить эту траекторию самообразования. Следующий уровень, третий, это уже серьезное достижение, уровень осознанной компетентности, это уровень специалиста, уровень профессионала в определенной области. И таких людей заведомо немного. это человек, который много чему научился, он закрепил навыки, практики, их многократного осмысленного использования, он умеет эту практику увязывать с теорией, которая за ней стоит, то есть понимает некие базовые принципы. Это ценный сотрудник. Но он применяя свои навыки продолжает каждый раз задумываться. Он словно говоря, когда бегает, сейчас многие увлекаются бегом, он задумывается о том, как ему правильно дышать, как ему правильно держать спину, до какой высоты ему поднимать колено, как ставить ногу, он уже овладел рядом важных навыков, но продолжает их контролировать. Когда он перестает это делать, когда тело начинает работать в отрыве от мозга, а это касается не только физических действий, то же самое происходит, когда мы занимаемся какой-то интеллектуальной деятельностью, у нас развивается к этому моменту интуиция. Нам не надо задумываться о том, что и как мы будем делать, мы просто знаем это. Это означает, что мы вышли на четвертый уровень. Четвертый уровень это уровень классного профессионала, мастера своего дела, это неосознанная компетентность. Мы чему-то научились настолько хорошо, что можем делать это автоматически. Классический пример. Возьмем математика, которой многие годы занимается задачами определенного типа класса. Через несколько лет он любую задачу из этой категории может решить. Обладает необходимыми знаниями, инструментарием, понимает как решать дефицциальные уравнения частых производных такого рода, какие подстановки надо делать. Но если вы ему дадите такую задачу, он подумает, сделает необходимые выкладки и через некоторое время, возможно, короткое получит результат. Математик, который занимается многие годы этим достиг четвертого уровня, когда вы предложите такую задачу, что он сделает? Даст ответ. Точно, он просто сразу скажет ответ. Ему это проще сделать, чем честно посчитать, провести, делать необходимые преобразования и соответственно к этому ответу прийти. Другой пример представьте себе классного врача-диагноста, доктор Халстук, который с первого взгляда на пациента, ну, может, послушав его голос, дыхание, с большим вероятностью скажет, чем этот человек может странить. Если его попросить объяснить, как он пришел к этому выводу, ну, он, наверное, это сделает с некоторыми усилиями, но ему объяснить свой ход мысли сложнее, чем сразу искать ответ. Вот это уровень неосознанной компетентности, уровень суперпрофессионалов, это то, к чему в идеале хочется стремиться. Тут есть, правда, тонкость существенная. Интуиция основана на опыте. Невозможно развивать в себе универсальную интуицию, которая бы годилась для всех областей человечества. жизнь человеческой деятельности. Условно говоря, этот замечательный математик сможет поставить медицинский диагноз. А замечательный врач, играя в футбол с классными профессионалами, вряд ли интуитивно прибежит в ту точку, в которую должен прилететь мяч, когда кто-то из партнеров отдаст пас. А профессиональный футболист, сыгранный с этим партнером, он интуитивно выбирает правильную точку на поле. А профессионал в другой области этого сделать не может, потому что интуиция, вот эта неосознанная компетентность, она всегда привязана к тому роду деятельности, которым человек занимается долго, обычно многие годы. поэтому тут есть некий риск, некая проблема однобокости развития. Наше время это время, когда люди стали гораздо более мобильны. Мы часто можем в течение жизни неоднократно менять сферу деятельности. это нормально, даже хорошо, с какой-то точки зрения это развивает кругозор и делает нас более многогранными личностями и в чем-то более классными специалистами. Но при этом достичь неосознанной компетентности за отпущенную человеку жизнь можно в двух, может быть, в трех областях, но не больше. Во всех остальных, если мы хотим развиваться в разные стороны, мы максимум оставимся на уровне осознанной компетентности. Это нехорошо и неплохо, потому что есть, как мы понимаем, специалисты, а есть дилетанты. Они чем отличаются? Есть образный пример, если рыть землю, да? Специалист роет такую дырку в земле, скважину. Она очень-очень глубокая. Он очень сильно углубляется, но точечно. Да? А дилетант, он может выкопать на глубину один метр яму под фундамент на какого-то сооружения большого. И в зависимости от ситуации может быть нужен как тот, так и другой. Это зависит от тех задач, которые перед этими людьми стоят. Поэтому вот есть такой оттенок в языке, что слово дилетант носит негативную характеристику. Это не совсем правильно. Это равноправные вещи. Дилетант и специалист просто это люди, которые развиваются разными путями. и тот и другой может властей. Но по-разному. Концепция землемерки это часть модели развития взрослой личности. Суть вот в чем. Она как двигается вперед? Кто знает, что она делает? наоборот. Она сначала подтягивает хвост вперед и это дает импульс для того, чтобы голова вперед двигалась. Вот мы на самом деле учимся в оптимальном варианте так же, как эта самая землемерка. Мы подтягиваем свой хвост. Мы находим те области, те части большого спектра знаний в нашей профессиональной области, которыми мы владеем хуже. Навыки, которые мы не обладаем или обладаем не в полной мере. Естественно, те, которые нам нужны. И пытаемся их подтягивать. И это дает импульс для того, чтобы и свои сильные стороны мы тоже начинали развивать. Поэтому вот принцип землемерки в том, чтобы находить свои слабости и пытаться их компенсировать, пытаться их развить. Поговорим теперь подробнее о том, а как собственно себя обучать чему бы то ни было. Как осваивать новые концепции, получать новые знания, обладевать новыми навыками. Простая схема называется метод Фейнмана. Начнем вот с простого. Фейнман, если не знает, это выдающий человек, в прошлом веке лауреат новостей премии по физике, один из создателей атомной бомбы, замечательный американский ученый, при этом он был чрезвычайно разносторонним человеком. Он там помимо физики музыкой занимался, очень хорошо рисовал, много чем в жизни интересовался и в какой-то момент попробовал обобщить, сформулировать, а как собственно человек может чему-то новому научиться. Вот, я предложил такую очень простую схему, очень простой принцип из четырех шагов. Первый шаг научите этому ребенку, знаете, чему-то простому. В основном попробуйте научить ребенка рисовать. неизбежно вам придется каким-то образом научиться этому самому пусть на самом примитивном уровне. Есть такой анекдот, что учительница геометрия в школе говорит, что мне задействовать, тупые попались. Объясняя доказательства теоремы, не понимают. Снова объясняя, опять не понимают. Третий раз объясняю, сама уже поняла, они все еще не понимают. Вот это на самом деле глубокая мысль. Когда вы пытаетесь кому-то что-то объяснить, кого-то чему-то научить, это лучший способ хорошо в этом разобраться самому. Следующий шаг, после того, как вы ребенка чему-то сумели научить, можно вернуться назад и попробовать понять, а что вы при этом упустили. Наверняка вы прошли по верхам, захватили самое простое и самое поверхностное, навекаясь еще много такого, что осталось за рамками пока вашего внимания. И вот второй шаг это попробовать понять, а что же там есть еще. И попробовать еще раз это изучить, познакомиться. На третьем шаге вы поймете, что вы можете уже отделить важное от неважного, ценное от второстепенного. Тут работает, как известно, принцип Паретто, был такой замечательный математико-канонист в начале 20 века итальянский Вильфредо Паретто, который вывел базовый принцип 20 на 80. Который вообще носит абсолютно универсальный характер. Но применительно к тому, о чем я рассказываю, суть его в том, что в любом деле 20% знаний, навыков приносит 80% успеха. Остальные 80% того, что нужно изучить, они могут вашу эффективность, вашу квалификацию повысить только на 20%. Это вообще универсальный принцип. 20% людей выпивают 80% пива в мире. Это во всем так работает. И здесь тоже это очень важно. На третьем шаге вы понимаете, что является этими 20%. Что является главным. И можете это свести к набору достаточно простых действий, принципов. И на шаге четвертом очень полезно получить обратную связь. Поделиться с кем-то получившимся у вас конспектом знаний. Послушать, что другой человек. Тут уже нужен не ребенок, а человек вашего уровня. И желательно владеющий темой. Который может задать вам какие-то важные вопросы, из которых вы поймете, что вы еще не поняли. Который может предложить какие-то дальнейшие усовершенствования, упрощения, дополнительные структурирования ваших знаний. Это очень полезно. Как в целом, это такая рамка была, давайте чуть-чуть глубже копнем, как происходит процесс освоения нами новых знаний. Потому что и в модели Феймана все равно без этого процесса не обойтись. На каком-то этапе вам нужно будет много чего прочитать, пообщаться с другими людьми, которые вам что-то об этом расскажут. Давайте попробуем повнимательнее посмотреть, что происходит при этом. Значит, первое, может быть, самое важное, осваивая новое, не нужно изобретать велосипед. Нужно отдавать себе отчет, что, скорее всего, вы далеко не первый человек, который этим занимается. Что другие люди уже прошли по этому пути. И хорошо поуздать, как они шли. Скорее всего, те, кто шел по этому пути до вас, они что-то делали не лучшим образом, но что-то зря потратили время и силы, а что-то составляет те самые 20%, которые принесут вам итоговый успех. Поэтому желательно ознакомиться с тем, как они это делали. В наше время это просто. если вы хотите научиться готовить, не умеете. Я думаю, что женская аудитория все умеет. Но хотите повысить свою квалификацию в этом вопросе, напейте в Яндексе. Как научиться готовить? Вы прочтете несколько рассказов разных людей о том, как они это делали. Что для них оказалось эффективным, что оказалось неэффективным. И вы уже можете воспользоваться их опытом, для того, чтобы свою программу обучения выставить более оптимально. или вот их алгоритм освоения нового, который оказался надежным и эффективным, взять на вооружение и использовать. Поэтому не пытаться, первый принцип, не пытаться придумать свой уникальный путь освоения. Желаю это сначала изучить чужой опыт. Важно понять, что мозг нас не решето. Мы практически ничего не забываем. Я там дальше уточню, почему говорю практически. Наверняка все не раз сталкивались с ситуацией, когда вдруг в нужный момент в памяти всплывает то, что мы казалось бы давно забыли, что мы изучали в школе в третьем классе и в жизни мы не вспомнили, а тут вдруг раз и вспомнилось. Так бывает. Мозг, он в принципе у нас довольно сложно устроенный, довольно гибкий и готов нам помогать, если мы готовы к нему прислушиваться. Поэтому на самом деле мы почти ничего не забываем, но откладываем в папку другое, образно выражались, если сравнить мозг с памятью компьютера, где вся информация разбита на категории, на разные папки. Вот то, чем мы постоянно пользуемся, оно у нас лежит в папках, которые озаглавлены, мы знаем, что к чему привязано. То, что нам показалось ненужным и было забыто, оно все свалено в огромную кучу, в мусульную корзину, но она не очищена эта корзина, она при нас. И в принципе оттуда можно что-то выпущить. Очень важное свойство памяти способность связывать новый опыт со старым. Тут действует принцип снежного кома. Как он работает? Представляете, вы пытаетесь скатать большой снежный ком, чтобы построить снежную бабу. И сначала, пока это маленький снежок, вы его катите и он медленно растет. Потому что у него еще маленькая площадь поверхности. И у него соответственно цепляется малый снега, когда вы его катите. Чем больше он становится, тем больше площадь поверхности и тем больше каждый раз к нему снега прилипает. Поэтому когда он уже достаточно большой, он начинает и расти очень быстро. Наша память носит ассоциативный характер. Любая новая информация, с которой мы знакомимся, она запоминается и помещается не в папку другое, а в определенную категорию, в том случае, если мы ее можем привязать к тому, что мы уже хорошо знаем, прицепить к какому-то крючучку. Есть у нас выстраиваются причинно-следственные связи, каких-то новых знаний, факторов, навыков с тем, что мы уже знаем, уже освоили. Соответственно, изучая какую-то область деятельности, в первую очередь нужно понять и запомнить некоторые базовые вещи, которые для нас наиболее интересны, а дальше вся новая информация будет уже привязываться, вешаться на крючочки, привязываться к тому, что мы уже знаем. Это очень важная вещь. При этом мозгу в этом процессе нужно доверять. Если он что-то стирает бесповоротно, наверное, нам это и не понадобится. Еще раз скажу, что он по сути распределяет любую информацию на три категории. На самое важное и ценное, на то, что складывается в папку другое и когда-то в жизни она может пригодиться и на то, что нам уже точно не понадобится. По это в папку с категориями, с названиями обычно попадают вот те 20%, которые нам дальше обеспечат 80% успеха. И к ним же мы будем привязывать все остальное. Очень важно, чтобы осваивая какую-то область, мы постарались на этом сконцентрироваться. Потому что в принципе человек существо многозадачное. Но когда мы пытаемся решать много задач одновременно, наши ресурсы тоже распределяются. Наша способность запоминать, наша способность понимать и усваивать информацию. чем больше мы в данный конкретный момент ресурсов уделяем той задачи, которую считаем актуальной для нас, тем больше шансов, что именно в этой области мы сможем необходимый объем информации усвоить. Очень нужна обратная связь. Это часть модели Фейнмана, потому что реально понять, что мы действительно усвоили, что мы поняли, мы обычно можем только в процессе взаимодействия с другими людьми. Они нам дают очень важные подсказки, указывают на то, что у нас еще остается слабым местом, хвостом этой самой гусеницы. Очень трудно самому себя проанализировать, особенно если о новой для нас области. Ни в коем случае нельзя слишком долго этим заниматься. Есть такие исследования, что человек может сосредоточиться на одной задаче максимум в течение полутора часов. Если мы начинаем дольше полутора часов заниматься освоением чего-то нового, дальше уже все наши усилия тратятся зря, потому что мозг не воспринимает. Необходим хотя бы 15-минутный перерыв для того, чтобы немножко мозг очистить и восстановить нашу понимательную способность. Мне кажется, очень важный принцип сжатия информации. Когда мы создаем для себя некую мнемонику, некие специальные явноки, вот по сути это придумывание названий для тех папок, в которые мы информацию складываем. Для чего? Для того, чтобы затем по этому ярлыку при необходимости нужную информацию вытащить. То есть иными словами нам гораздо проще запомнить этот ярлык, запомнить одно слово, чем большой информационный блок. Лучше его отложить в папку другое, а потом по ярлыку при необходимости вытащить. процесс заполнения знаний знаниями суть его в чем? Мы начинаем с того, что выстраиваем каркас. Каркас это по сути оглавление, это план некой предметной области, которую мы изучаем. Туда входят те самые ярлыки, названия папок, с которыми мы будем дальше разбираться. То есть начиная освоение некой области, необходимо крупными шлифами выделить набор тех информационных блоков или набор навыков, которые мы считаем необходимым освоить. Это то, с чего надо начинать. А потом, когда этот каркас построен, мы начинаем его уже заполнять знаниями, умениями, навыками и так далее. Очень важный момент. есть существенная разница между самообучением и обучением с помощью других людей. Почему? Потому что когда нам передают знания другие люди, когда мы не изобретаем велосипед, а пользуемся чужим опытом, это палка о двух концах. С одной стороны, это дает нам возможность освоить информацию быстрее. Потому что они уже прошли этот путь, они уже отсеяли лишнее и могут сразу передавать вам самое главное. Но реально с помощью других людей мы можем по большому счету только выстроить каркас. Почему? Потому что они в процессе освоения усвоили еще много такого, что у них сложено в папку другое и они при необходимости оттуда эту информацию эти знания вытянут. но вы всего этого уже не получите. Папку другое они вам не передают. Вам они передают только конспект. То есть если вы хотите что-то изучить глубоко, вам все равно придется делать это самостоятельно. И чтобы реально что-то освоить практически в любой области нужно кроме теории, кроме изучения теории иметь большой опыт применения этой теории на практике. только в этом случае вы можете сказать, что вы в чем-то являетесь профессионалом специалистом. Считается, что для глубокого своими области требуется 10 тысяч часов. Популярная концепция. самый характерный пример это группа Битлз, которая в начале 60-х, когда они начинали свой творческий путь, была одной из нескольких сотен английских групп, которые играли примерно одну и ту же музыку, примерно на одном и том же уровне, но популярнее Иисуса Христа, как сказал сам Джон Леннон, стала только одна. Как это произошло? Они уехали работать в Германию и в Гамбурге в течение нескольких лет выступали едва ли не каждый вечер. Очень за маленькие деньги в маленьких грязных прокуренных клубах, но они набрали вот эти самые 10 часов практики и действительно стали лучшими. Их конкуренты работали меньше и добились меньшего успеха. Понятно, что талант тоже играет очень большую роль, но без этих 10 часов, без 10 тысяч часов обычно ни у кого не получается успеха добиться. Поговорим немножко про усвоение информации. Дело в том, что я уже об этом говорил, более полутора часов последовательно заниматься получением новых знаний бессмысленно, потому что существует максимальное количество информации, которые мозг за определенный период времени может усвоить. Это, конечно, вещь довольно индивидуальная, у разных людей по-разному, но об этом надо помнить. Вставлю важный момент. Вы никогда не можете на момент получить доступ ко всей необходимой информации, которую надо изучить. Почему? Потому что чем дальше вы продвигаетесь, тем больше понимаете, что есть еще много всякой информации, которая вам необходима. Вот это я много раз проходил на собственной практике. Начинаю изучать какую-то тему, сейчас мне приходится этим заниматься, начинаю с того, что определяю, что вот состояние каркаса заключается в том, чтобы определить список книг, которые надо прочесть. Обычно две-три. Я начинаю их читать, нахожу отсылки к другим книгам, где тоже очень важная для этой темы информация излагается. Одно тянет за собой другое, и чем больше узнаешь о чем-то, чем больше понимаешь, сколько всего еще есть. И соответственно постепенно погружаясь в этот информационный поток, вы формируете у себя новый, более высокий уровень понимания. Как эту информацию искать? Как для начала выстроить каркас? Тут очень важный момент заключается в том, что вы к этому моменту уже должны поставить перед собой цель. И по сути именно наличие цели придает направленность и осмысленность поиска информации. Простой пример того, как это работает. Представьте себе, что вы задумались о покупке квартиры. После этого информация начинает вас находить. Вы начинаете обращать внимание на рекламные объявления, которые пропускали мимо своего внимания. Вы едете по городу, обращаете внимание на какие-то новостройки и думаете, вы здесь, наверное, было бы неплохо мне жить. жилье. вы не задумывались о том, что вы хотите купить жилье, вы просто не обращали на это внимания. Вы могли сотни раз проехать или пройти мимо и просто это на восторг не замечали. И так во всем. Как только вы ставите перед собой какую-то цель, вы начинаете по-новому фильтровать информационный поток и вытаскивать из него то, что для вашей цели необходимо. Но при этом вы имеете дело с большим потоком данных и очень важно, как вы его фильтруете. Данные необходимо атрибутировать. Атрибуция это иерархия знания в объекте, по сути, перечень тем, которые с ним связаны. Сам термин атрибуция он из искусствоведения пришел. Допустим, необходимо атрибутировать какую-то картину. Что это значит? Это значит, что надо о ней узнать как можно больше. Начинаем с самого достоверного. Картина написана на холсте, а не на доске. Она написана масляными красками, а не акварином. Она относится к такому-то жанру. Это пейзаж или марина или натюрморт или портрет. Она относится судя по тому, что мы видим на картине примерно к такому-то веку. Скорее всего к такой-то стране, скорее всего к такой-то художественной школе, и дальше скорее всего она написана каким-то художником. Вот так постепенно двигаясь от самой общей, самой достоверной информации характеристик к более конкретным мы можем узнать больше. Собственно, и процесс освоения информации происходит точно так же. Мы идем от общего к частному. Общего и вызывающего сомнений к частному и более точному. По сути, это сводится к двум основным действиям. Это фрагментация и приоритизация. Фрагментация это деление общего массива данных на части. По сути, выстраивание того самого каркаса, когда вы делите некую тему на информационные блоки, привязываете к ним название папок. Реоритизация, когда вы расставляете эти информационные блоки по важности. Очень полезный прием для работы с большими объемами информации, большими объемами данных это принцип Месси, который пропагандируется в консультивной компании МакКинзи и вообще она носит универсальный характер. Относится к любым большим объемам информации. Суть в том, что данные по возможности категории, с которыми мы имеем дело, вот те самые папки, в которые мы будем вкладывать информацию, они желательно должны быть взаимоисключающие и совместно исчерпывающие. Что это значит? Это значит, что вместе они должны покрывать весь тот объем информации, который мы хотим изучить, но при этом информационные блоки не должны пересекаться. Если нам удалась такая фрагментация, значит, принцип Месси соблюден и наше дальнейшее изучение этой темы будет более эффективным. Вашу аудиторию разбить по образованию. фрагментация, меметарная кого-то, еще какое-то, то каждая категория будет очень большой и много людей будет попадать в одну и структурировать должным образом я не смогу. если я попробую разбить аудиторию по дате рождения, с очень большим вероятностью мне удастся всю эту информацию четко структурировать и разложить в отдельные ячейки. Вот так работает принцип Месси. Вот. Ну хорошо. Значит, поистолку построили каркас и определились с основными блоками как происходит дополнение знаний. Дополнение знаний происходит путем чтения. Никуда от этого не деться. Давайте поговорим о том, как правильно читать. Чтение бывает двух типов. Реактивное и проактивное. Что такое реактивное чтение? Это по сути чтение навязываемое нам информацией. Компьютер. Сразу заходим в интернет. Нам в глаза бросаются какие-то заголовки статей. Они специально так написаны, чтобы привлекать наше внимание. Статей, новостей, блогов, чего угодно. Они наше внимание затягивают и заставляют нас читать не то, что мы хотим, а то, что хочет рекламодатель, политический пропагандист, кто угодно, кто завладел таким образом нашим вниманием. Принципиально отличается проактивное чтение, когда мы сами четко для себя определяем, что мы хотим прочесть, по какой теме и для чего. соответственно, освоение информации возможно только в процессе проактивного чтения. В каком случае чтение будет эффективным? Первое, мы до начала этого процесса должны принять решение о том, что мы не просто читаем для удовольствия, не просто проводим время, а делаем это для того, чтобы запомнить основные идеи, чтобы получить информацию. От этого нашего цели полагания оперативного очень сильно зависит результат. Если мы не ставим перед собой такую задачу, мы точно ничего не запомним. Возможно, проведем время с удовольствием, но пользу из этого извлечь не сможет. Затем составить схему запоминания это тот самый каркас, о котором мы уже говорили. думать в процессе чтения. Чтение должно быть не пассивным, а активным. Желательно в процессе, если мы читаем какую-то книгу, статью, рабочий материал по важной теме, нужно составлять конспект. Это принципиальный момент, и я просто утверждаю, что чтение без конспекта ни к чему не ведет. Как его составлять? Тут есть важные тонкости, об этом сейчас мы поговорим. Слава Богу, сегодня современные технологии дают нам для этого очень полезный инструмент. Значит, в конце дня перед сном полезно повторить то, что мы освоили, запомнили за день. Потому что сон это очень важный физиологический процесс во многом задуманный природой для того, чтобы нам помочь усваивать и структурировать информацию. У нас во сне происходит обработка той информации, которую мы получили сзади. Поэтому надо себе помочь и перед тем, как засыпать, соответственно, восстановить в памяти то, что вы действительно хотите запомнить и осмыслить. ну и очень важно естественно все, что можно попробовать на практике сразу попробовать. На самом деле я вам сегодня еще рассказал, что можно сразу попробовать на практике. Сейчас еще расскажу, рекомендую это сделать. Соответственно, как правильно происходит чтение? Есть такая полезная техника, называется сбор урожая. Это, в принципе, делается очень быстро. Вы прочитали до конца какой-то смысловой блок книжки, статьи, презентации. Постарайтесь повторить, что вы собственно прочли. Это опять же возвращается к схеме Филимана, да, только, ну, нет у вас по-другому ребенка, которого вы учите. Ну, вот такому виртуальному абстрактному ребенку попробуйте это рассказать. Попробуйте суть представить себе, использовать образное мышление. Тогда больше шансов, что это действительно в голове отложится. И проговорите словами. Вся эта история, прерывание после чтения блока, при должном опыте занимает до 5 секунд, но делает чтение гораздо более эффективным. по поводу технологии чтения. Я счастлив, на самом деле, что в наше время существуют электронные книги, что любая информация практически сегодня доступна в цифровом виде. потому что именно чтение цифровых книг сейчас дает те возможности, огромные возможности, которые бумажные книги не предоставляют. Я настолько уже привык читать электронные книги, что когда приходится читать бумажную, невозможную по каким-то причинам найти в цифровом виде, нет ее пока. Это просто уже физическое страдание. Я не могу применить свой алгоритм конспектирования. Он очень простой, очень удобный. Я сейчас покажу на примере программы iBooks, которая есть в любом Apple-ом устройстве. Я привык читать на iPad, то же самое можно делать на iPhone. На самом деле устройство на Android есть аналогичные программы, которые работают точно так же. Метод составления конспекта, очень простой. Я выбрал полка в моем устройстве с теми книжками, которые хочу прочитать. Я выбрал одну из них. Не важно какую. Выбрал, открыл. Теперь я читаю. Вот я дошел до того абзаца, который мне кажется очень важным. В зависимости от книжки, таких абзацев оказывается от одного на пару страниц до одного на 50 становиться. Больше по идее быть не должно, потому что тогда конспектирование неэффективно. Нашел, просто выделил одним движением пальца. пожелтее. Слайд я его нашел, здесь я его выделил, он пожелтел. Еще раз скажу, просто проведя по нему пальцами. Действие мгновенное. Следующий абзац выделил, который мне показался важным. Теперь собственно главный момент в этом алгоритме. Я значит вот смотрите вот здесь не получится. Не видно? Вот это важный момент. Я открываю вкладку закладки и вижу все эти абзацы сразу же, которые я выделил в этой книжке. Опять же одним движением. Вот Алиси передо мной. Управить заметки. Вот все мои заметки, которые я сделал. Соответственно я их все выделяю. Разными способами можно это сделать. Вот я выбрал почту. У меня автоматически вся эта процедура занимает несколько секунд. Сформировалось электронное письмо мне. Самому себе его отправлю. Могу кому-нибудь еще. В котором собственно автоматически созданы полные конспект книжки. Да? Занимающий в несколько страниц. все. Я себе это письмо отправляю. И вот только если я даю конспект составил, я могу сказать, что я эту книжку не просто прочитал, я ее обработал. она мне пригодилась. Вот собственно счастье дня сегодня шли в том, что это действие занимает примерно 10 секунд. Вот ровно 10 секунд прибавляется таким образом ко всей процедуре чтения книги. К сожалению, чтобы проделать это с бумажной книгой, нужно потратить примерно час. Но никак не меньше. Даже если я буду вести себя не очень культурно, загибать уголки страниц, маркером отмечать абзацы, для того, чтобы у меня остался конспект, мне надо потом все это или впить в компьютер, или переписать. Занимает много времени, делая чтение неэффективнее. Поэтому вот живя в 21 веке, я очень рекомендую пользоваться теми возможностями, которые он представляет. Самодисциплина. Еще один важный фактор бизнес-мышления. Что такое самодисциплина? Дисциплина это то, чему нас учат с детства. Как это происходит? У нас с детства мама, бабушка утром будит определенное время, кормит завтраком, отправляет в школу и на определенном этапе на определенном этапе нам приходится отказаться от этого внешнего дисциплинирующего воздействия и проделывать то же самое самим. Вот это в жизни каждого человека оказывается тяжелым моментом. У некоторых на это уходит десятилетие. На то, чтобы самому стать источником собственной дисциплины. Чем раньше это происходит в жизни, тем лучше у человека перспективно. В юности, потому что самодисциплина минимальна, а вот во взрослой жизни нам приходится структурировать свою жизнь самим. Без этого навыка добиваться каких-либо целей в принципе невозможно. Это очевидная вещь, но не знаю, как ваш опыт. А я в жизни встречал столько людей, которые этим навыком не обладают, что мне порой становилось страшно. Хороший способ вообще проверить а как у вас с этим обстоит, это сравнить свои достижения с тем списком целей, которые вы когда-либо перед собой ставили. И если окажется, что целей у вас было на порядок больше, чем того, что реально реализовано, это серьезный повод задуматься о том, что именно самые дисциплины у вас проблемы. Как ее вырабатывать? На самом деле беда в том, что то, что должно происходить еще в начальной школе, сегодня у многих людей происходит во взрослом возрасте. так сильно затянуло с детства в наше время, что часто оно заканчивается лет в 30. И человек, столкнувшийся с необходимостью самому управлять своей жизнью, вынужден вырабатывать себе вот этот незнакомый ему навык. Что для этого нужно делать? Учиться принимать на себя ответственность. Это самое важное, сейчас мы об этом чуть подробнее поговорим. Времени же осталось мало, но мы успели. Следование правилом очевидная вещь. На самом деле для очень многих людей оказывается реально сложно соблюдать те простые немудрящие правила, которые существуют в любой компании, в которой они приходят работать. Но с этого самодисциплина и начинается. Воля. Ее надо в себе выработать, об этом тоже сейчас чуть подробнее поговорим. Трудовая этика. Это касается уже не конкретных правил, существующих в конкретных компании, а тех общих принципов, которые люди должны соблюдать, занимаясь какой-то трудовой деятельностью. Это и умение работать в команде, умение отвечать за свои слова, умение выполнять то, что вы на себя взяли, умение не подставлять других людей. Все это очень важные элементы самодисциплины. менеджер. Тоже очень важный элемент, чуть-чуть об этом тоже поговорим. Умение управлять своим временем. Вот это все, вот это основные вещи, которые, собственно, к выработке самодисциплины и ведут. Что такое принятие ответственности? Самая большая проблема, которая на сегодняшний день присутствует в бизнес-среде. пример из моей личной практики. Я заказывал группе программистов разработку программного обеспечения некого. Проходит какое-то время, я им в срок оплачивал то, что должен, они мне выдали результат, там куча ошибок. А вот, ребята, чем вы за этот результат отвечаете? Так получилось, что у нас с ними были партнерские отношения. Группа программистов имел некую долю в этом проекте, помимо того, что я ему платил. Вот я в этой истории, в этом проекте отвечаю своими деньгами, своими идеями, которые я в это вложил, своим временем и своей репутацией. Чем отвечаешь ты? он на меня посмотрел с диким удивлением. Реально у людей многих, в основном достаточно молодых, просто нет в голове концепции ответственности. Нет идеи, что за любую свою работу, за любые свои действия так или иначе приходится отвечать. И с такими примерами я сталкиваюсь просто буквально на каждом шаге. Просто не привито это понятие. В чем это проявляется? Первый вопрос. Кого мы собственно склонны винить в своих ошибках и неудачах? Себя или кого-то другого? Принципиально в речи. Если человек всегда обвиняет других людей обстоятельств и так далее, он не понимает, что такое ответственность. Стоит задуматься, почему это происходит? Почему нам тяжело брать на себя ответственность? В какой момент жизни мы не сделали верный шаг в этом направлении? В каких ситуациях это обычно случается? И соответственно задуматься о том, а как все-таки научиться больше ответственности для себя брать? На самом деле к большому счету карьерный рост в конечном итоге и заключается в том, что мы учимся брать на себя больше ответственности. Естественно, это нельзя одним прыжком преодолеть, это последовательные действия, но это является одним из главных действий, которые выстраивают нашу жизнь. Для этого необходима воля. Воля это то, что отличает человека от животного. животное всегда делает то, что хочет. Или то, что подсказывает ему инстинкт. Человек способен делать то, что не хочет. Это принципиальная вещь и очень важное отличие. Применение воли это навык. Очень важный момент, что человек, который хочет замотивировать себя на выполнение его действия, обычно хочет сделать так, чтобы он еще от этого действия получал удовольствие. По сути, он решает вместо одной задачи две. Огромное преимущество получает тот, кто может действовать и не получать при этом удовольствие. иными словами, воля это выполнение тех задач, которые мы не хотим выполнять, которые нам неприятны. Но без этого ни самодисциплины, ни принятия на себя ответственности быть не может. Чтобы добиться этого, надо действовать так же, как поступают, вырабатывая любой другой навык. Двигаться от простого к сложному. Сначала выполнить какое-то совсем простое действие, которое нам неприятно. Потом постепенно научиться делать достаточно сложные и важные вещи, которые мы делать не хотим. И делать это надо регулярно. А вот регулярность становится одним из главных принципов развития воли. Многие это знают на примере занятий спортом. На первом шаге это всегда неприятно, противно, не хочется, надо себя заставлять. в какой-то момент это становится уже стандартной привычкой, стандартным навыком. И усилие, которое нужно над собой сделать, оно становится минимальным. надо понимать, что успех зависит не только от воли. Это очень важный, но не единственный фактор. К сожалению, нельзя волевым усилием решить любую задачу. Нужны еще знания, навыки, креативность и везение. Без этого тоже не обходится. еще один важный момент связанный с волей, что иногда, если нам что-то не хочется делать, может быть, это и не нужно делать. Наша внутренняя мотивация, и тоже надо прислушиваться, она нам часто может подсказать, что то или иное действие, оно означает движение не в ту сторону, не то, что нам нужно. поэтому нужно иметь навык заставлять себя делать неприятные вещи, но это не значит, что надо все, что не хочется, обязательно делать. Последнее, что хочу вам рассказать про управление временем. Большая сложная тема, можно про это отдельно часами, но я выделю несколько самых важных моментов. Первое, всегда можно расставить приоритеты. Возвращаемся к тому же самому принципу паралета. Всегда есть 20% действий, которые дают 80% результатов. И рассматривая свои планы на день, на неделю, на месяц, важно в первую очередь выделить те 20%, которые наиболее приоритетны, которые дадут самый большой результат. И в первую очередь сосредоточиться на них. Как минимум за день нужно сделать одно полезное для себя, для своего бизнеса, для социальной функции, неважно, на что направлена сейчас ваша энергия, но одно полезное дело нужно сделать. На день, когда вы ни одного полезного дела не сделали, его можно считать вычеркнутым из вашей жизни. это опять же по поводу воли и ее последовательного применения. Учиться сначала делать одно дело, важное за один, потом можно уже стать более эффективным, учиться делать больше. Планирование должно быть гибким, нужно по возможности минимизировать жесткие привязки ко времени. Чем меньше у вас в день четко зафиксированных совещаний, коммуникаций и так далее, тем более эффективным может быть ваше планирование. Поэтому желательно не забивать свой календарь жесткими привязками. Без них не обойтись, но их должно быть как можно меньше. Все записывать, создавать удобные напоминалки. Что я имею в виду? Я имею в виду, что что-то читая, вам пришло в голову ценная мысль. Во время какого-то общения, какой-то встреч, какого-то совещания, вам пришла в голову ценная мысль. Сейчас, слушая меня, вам пришла в голову ценная мысль, вообще не касающаяся того, что я вам рассказывал. Если вы будете пытаться удержать ее в голове, не потерять, на это уйдет очень много сил и мыслительной энергии. Если вы сразу записали в любой форме и поставили еще себе напоминалку вспомнить об этом через два часа, когда вы освободитесь. Вы мозг можете освободить для решения насущных задач, а это не пропадет. Соответственно, чем больше вы таких напоминалок себе сделали, тем больше вы на самом деле себя разгрузили и при этом ничего не потеряли. сделать список дел, которые никогда не нравятся. Это вот опять же к вопросу о воле и выполнении неприятного. Значит, когда у вас нет творческого подъема, нет желания работать, занимайтесь тем, что делать не хочется. Сделайте неприятное, потому что все равно настроения нет. Ну и делайте то, что все равно делайте без настроения. Оставьте момент творческого подъема для того, что вы можете сделать с удовольствием, это вы сделаете лучше. Но сделайте сейчас неприятное, у вас, по крайней мере, уже этот день пройдет не зря. Соответственно, когда дело спорится, надо этим пользоваться. Есть эффект воодушевления, подъема, максимума работоспособности, надо им пользоваться, не упустить его. А расслабляться тоже надо, никуда от этого не деться. Лучше это делать в те моменты, когда что-то не идет. Ну вот, про отключение я уже сказал. Планы не дурно, планы надо часто корректировать. Потому что в жизни все время происходят какие-то внешние возмущения, внешние воздействия, поступают новые вводные, новая дополнительная информация. Если вы это пытаетесь зажать своими планами, скорее всего, вы и план не реализуете, и новые возможности упустите. Поэтому, если есть возможность план скорректировать, что-то сдвинуть, найти в нем место для чего-то другого, это полезно делать. Поэтому надо очень четко понимать, а что является соответственно, каркасом, теми квастями, на которых этот план висит, что вы действительно сдвинуть никак не можете. Надо учитывать цикл. У каждого человека он есть. Никто из нас не является одинаково работоспособным всегда. Даже в течение дня. Знаете, что есть жавороки, есть совы. На самом деле, даже безотносительно к этому, в среднем считается, что самое эффективное время это где-то с 10-12 часов подавляющего большинства людей до обеда. Соответственно, надо это учитывать и ставить именно на это время те задачи, которые требуют максимального работоспособности и максимальных творческих способностей. движения. Если вы закончили какое-то важное дело, сделали его хорошо, вы испытываете неизбежный душевный подъем. Это замечательный импульс для того, чтобы тут же начать что-то новое. Вот это называется воодушевление финала. Оно позволяет нам сразу придать импульс какому-то новому делу, которое вы тут же можете сдвинуть с мертвной точки. Очень важно бороться с перфекционизмом. Знаете, знаменитого художника Репина не пускали в Третьяковскую галерею. Знаете, почему? Он пытался свои картины, которые там вывешены, исправить. Он приходил, смотрел, а я сказал, я не доделал, что-то мне нравится, надо поправить. Перфекционизм иногда вещь полезная, но чаще всего нам мешает. Надо опять же помнить про этот самый принцип Парета. Я третий раз вам рассказываю, что 20% усилия обеспечивают 80% успеха. Все остальное дают только 20%. И в подавляющем большинстве дел не требует 100%. Сделать их на 80% хорошо, этого достаточно. Ну и наконец умение делегировать, не брать на себя ответственность и не брать на себя слишком много практических действий. Умение распределять, делить работу с другими людьми, умение понимать, кто в чем наиболее эффективен. Это огромное подспорье, которое позволяет нам двигаться вперед гораздо быстрее. Все, что я хотела вам сказать, вы не уложились во время. Спасибо за внимание. Максим, спасибо. Конечно, хотелось бы вам задать вопрос, Павелыч, например, вы занимаетесь мышлением, у вас есть дети, формируете ли вы это мышление правильное, скажем так, уже у своих детей, ответственность, насколько у вас получается? Или бывает же такое, что сапожник без сапог некогда, просто не хватает времени? Да, у меня, скорее, второй случай, честно. Но тут вот какой момент. Я, конечно, очень хочу, чтобы мои дети научились тому, чему я могу их научить. Но при этом я считаю совершенно неправильным на них давить, заставлять и так далее. Наоборот, в контексте того, о чем я рассказывал, я постарался сделать так, чтобы мои дети стали самостоятельными как можно раньше. Чтобы у них как можно раньше развился навык самодисциплины управления собой. Это первое. Второй момент, что я ни в коем случае не хочу их направлять и управлять их жизнью. Я стараюсь рассказать им и показать то, что я знаю и умею. Но будут ли они этим пользоваться, что они из этого инструментария для себя выберут, это уже их выбор, я не хочу в него вмешиваться. Тогда можно еще вопрос? Я думаю, что это всем зрителям будет интересно. Скажите, вот понятно, что вас приглашают в компанию наверняка. Вы как бы об этом и рассказывали, что вы работаете с сотрудниками. А у вас есть, например, курс для независимых слушателей? Вот, например, в данном случае у нас есть возможность с вами пообщаться, задать вопросы. Хотелось бы, например, углубиться. Там много интересных тем. Внимание, например, тема. Тоже многограммная. Много разнообразных курсов есть. Я уже сказал, что одна категория тем, связанная с профессиональной деятельностью, это маркетинг, в первую очередь клиентский сервис. У меня есть книжка про это, «Век клиента», достаточно популярная. И вот есть курсы на эту тему, трехчасовые, восьмичасовые, достаточно углубленные. Вторая тема, вторая категория тем, достаточно популярная, связанная с развитием интеллекта и техникой принятия решений. Это очень важная вещь. Про это тоже вышла книжка, которая называется «Путь решения». И в принципе в том, что я делаю, вот это стало бестселлером. Тренинг по принятию решений, он у меня уже прошел, наверное, больше, чем сотни городов и там пари сотен компаний. Это вот такая популярная вещь. Ну и вот третье направление достаточно свежее. Это то, что связано с бизнес-мышлением, с работой с информацией. Меня тоже сейчас достаточно часто заказывают. Любая компания может к ней обратиться для того, чтобы провести углубленное обучение на эту тему. Но есть, нет, есть открытые мероприятия. В Москве их не очень много, но их проводят тоже компания «Синергия» и «Сити-класс». Можете там расписание моих наступлений на разные темы тоже на сайтах этих компаний посмотреть. Друзья, у кого-то есть вопросы, я подойду. У меня двое детей. Каждого я мотивирую и пробовала все способы. И каждый час записывать, что они сделали, чтобы вечером уйти цель. Делили матрицу, как президент американский. Записывали. Мы с папой показываем, как мы это делаем. Но как ребенком 13 лет и 11. Уже цели потихоньку выстраиваем, но все равно. Как вы своих мотивируете, чтобы не отбить желание? Ведь ты же заставляешь, но у них реакция обратная. Да, я согласен с вами. Заставлять очень трудно, хотя на самом деле дети есть разные. Некоторых можно и заставить. Вот есть такие, которых не заставишь. У меня тоже такие. Я своей главной задачей вижу на самом деле вместе с ними узнать, а что им на самом деле интересно. На мой взгляд, вот в этом возрасте моим знакомым 12, то же самое примерно, самое главное, чтобы дети нашли несколько областей, которые действительно у них вызывают искренний интерес. И вот когда вот эти области нащупаны, вот там уже надо им помочь в этой области углубиться. Дать книжки, которые могут быть интересны. Сейчас время такое, когда есть огромное количество интерактивных медийных материалов. Почти чему угодно можно учиться с помощью разных видеолекций, видеокурсов. Но для ребенка вот в этом возрасте, для того, чтобы он чему-то начал в семье учиться, он реально должен этим заинтересоваться. Задача родителей, видя хоть какой-то минимальный интерес ребенка или новости, постараться ему рассказать что-то про это интересное. Зацепить его внимание. Вот тогда дальше из этого можно что-то делать. Дальше если ребенок начал чем-то заниматься, потерять этого много времени, можно попробовать обратить его внимание на то, в каких ситуациях он занимается этим эффективно, а в каких нет. сказать ему что-вот смотри, когда ты читаешь книжку и при этом не заглядываешь через каждые пять минут в компьютер, ты из этой книжки запомнил больше, а чтение больше удовольствия получил. Заставлять его действовать именно так, бессмысленно, но если он сам задумается и поймет, что какой-то способ для него более эффективен, вот это то, к чему хочется стремиться. А ваши дети играют в компьютеры, вот как вы? Один, да, другой нет. Как тот, который играет, интересует. Он сидит постоянно, или вы как-то это дисциплинируете? У вас как-то, да, если его совсем дисциплинировать, он просто не оторвется от экрана, поэтому мы на него стараемся все-таки экран отбирать, хотя... Ну, классик хороший способ, то есть, такой классический, просто отбирать. Отбирать, да, но он очень изобретательный, все равно находит, у брата берет, как-то там. Но, тем не менее, мы хотя бы пытаемся добиться того, чтобы он не больше двух часов в день он на это тратил. Совсем его лишать этого, раз уж его так тянет, ну, это как-то, это жестоко. Так, еще у кого-то вопросы есть? Так, я иду сейчас. Сейчас сначала. Может ли человек, исполнитель, по сути, приобрести или иметь бизнес-мышление? Вот, смотрите, я ведь начал с того, что это самое бизнес-мышление, оно нужно всем, да, неизбежно. И исполнителю, и предпринимателю, который занимается собственным бизнесом, и менеджеру, который управляет большой компанией. Эта вещь универсальная, просто применяется она немножко по-разному, но при этом и умение осваивать информацию, и чувство ответственности, и самодисциплина. Они, вообще говоря, исполнители, нужны ничуть не меньше стипа. Вообще, чуть-чуть отвлекаясь на такое философское размышление, есть ощущение, что вот тот вектор, по которому двигается этот мир в целом, наша страна, наша экономика в частности, наш бизнес, он скорее сейчас ориентирован на четкую стратификацию и профессионализацию всех областей деятельности. Что это значит? Это значит, что качественные исполнители будут востребованы все больше и больше. И это, кстати, то, с чего я начал, большая беда, что у современных подростков, например, активно развивают креативность, творчество и так далее. И они все приходят потом в большую жизнь с ощущением, что каждый из них второй Илон Маск. Ну, если их найдется на миллион человек два Илона Маска, ну, здорово. Всем остальным это ощущение вредит. А вот умение стать профессионалом и профессиональным исполнителем в том числе в некой области, это как раз и есть все бизнес-мышление. Вот это мы в первую очередь надо учить. Да, дальше уже в зависимости от того, как и в каком объеме человек будет брать на себя ответственность, да, там уже определиться, будет он предпринимателем, будет он управлять другими людьми или он будет заниматься какой-то углубленной профессиональной деятельностью, выполняя задачи, которые перед ним другие станут. Ну, бывает не менее интересно. так, у кого-то еще вопрос? Добрый день, Дмитрий Шевнерс. Значит, как можно показать партнеру, который достиг четвертого уровня в каких-то двух-трех областях, как вы сказали, о том, что, например, в пятой области он все-таки находится на первом уровне, втором? есть ли вообще способ убедить, потому что это сложная тера? Ну, смотрите, способ есть, безусловно. А вы на каком уровне сами? Не, вопрос же не об этом, да. Нет, смотрите, способы есть, но для этого, безусловно, надо самому находиться хотя бы на третьем уровне в этой области. Вот тогда действительно как-то обратить внимание партнера на то, чего он не знает, на те ошибки, которые он допускает. Тут бывает сложно, я понимаю, но понимаете, тут ведь происходит что? Человек рано или поздно сработает. Это неизбежно. Вопрос в том, как это ускорить. Тут очень зависит от особенностей личности. Если я правильно понимаю, как бы, о чем, о ком вы говорите, то резкие методы не сработают. Надо намекать. подсовывать ему аналитические отчеты, сделанные независимой компанией или вашими подчиненными, в которых не написано конкретно, что вот здесь не выпустил ошибку, но проведены посылки и факты, из которых неглупый человек может сделать такой выбор. Человек, когда он обоится, он не глупый, раз он в ряде областей на высоком уровне. Здесь остается надеяться, что через некоторое время, если он несколько раз имел возможность такой выбор сделать, он его раз или поздно сделает. Более жесткие методы обычной срабатывают. Друзья, у кого-то еще есть? Так, угу.